Приветствую вас на канале RedCat, сегодня вас ждет необычное видео, я решил играть сразу за пятерых игроков одновременно в самом сложном режиме ночного кошмара. Ну а сейчас, ребята, по традиции я читаю ваши письма, точнее их листаю, читаю я их за кадром. Я, ребята, все читаю письма, что вы пишете, так что огромное вам спасибо за донатики, за юнитиков, юнитов, наверное, правильно сказать. Так что, ребята, вам большое-большое спасибо. Ну и, соответственно, вы можете останавливать, делать стоп-кадры и находить себя, находить ваши пожелания в этих письмах. Тем более, что, ребята, вы забили просто под завязку 100 из 100 возможных писем я получил. Ну а сейчас, ребята, отправляемся непосредственно в катку на пяти разных аккаунтах. Я захожу, ребята, в каточку, это довольно-таки неудобно, потому что пять окошек, все переключается. Ну ладно, попробуем как-нибудь с этим жить. Итак, ребята, что, как будет происходить. На основной свой аккаунт я набрал пять юнитов. Вы видите, каких. Это камера, это гринлазер, это ферма, это мой любимый ТВ-паучок. И, ну, и взял, не знаю, буду ли им, правда, пользоваться нашего Синистера. Так, здесь я взял разных, скажем так, бустеров. Здесь я взял дрель. Ну и на каждый аккаунт я закинул еще по ферме, для того, чтобы мы их качали. На начальном этапе, ребята, начинаю расстановку ферм. Сейчас самое сложное, это, ребята, чтобы не запутаться. На этом аккаунте, как вы видите, фермы плюс Клокмена я взял. Ну, очень мне нравится этот Клокмен, прикольно выглядит, довольно-таки интересный в использовании. Так, следующий аккаунт. Здесь у меня Токсик и тоже фермы. Вот, собственно, сейчас мы и занимаемся их расстановкой. Так, ну давайте еще одного гринлазеря поставлю. На самом деле, ребята, вот так открывать-закрывать окошки, ну, просто максимально неудобно. Поэтому я не буду это делать, буду вот так вот на пяти аккаунтах по очереди просто переключаться и, соответственно, следить за фермами, следить за прокачкой. И все это, ребята, я буду делать один. Да, такой геймплей мне нравится. В целом, ребята, вам может это пригодиться, если у вас действительно есть пять аккаунтов. Если, к примеру, вы хотите получить буст, когда мы играем пятером, то я получаю буст x5. Ну, точнее, x1.5. То есть полтора процента буста мне за пятерых друзей. Включай меня. Пять человек, 1.5 буст. Вот. Ну и, собственно, если это ваши твинки, как у меня, вы можете их все добавить себе в друзья и тогда получать бустик. Я не думаю, что в этой игре прям это прям очень-очень нужно. Мне кажется, удобнее одному играть на каком-то режимчике быстро, чем пятером мучиться на пяти экранах, мучиться и проходить. Но, возможно, в каком-то квестике вам это понадобится и вы вспомните про опыт, который я сейчас вам показываю. Также, ребята, наверное, вам, если вы хотите что-то такое же сделать, посмотрите обязательно вот это видео про то, как настраивать много аккаунтов в робоксе. Уже пользуюсь, наверное, ну месяца три. Может меньше, может больше. И пока никаких проблем нету. Очень классно все работает. Загружаешь один раз, вбиваешь пароль, он запоминает. И, соответственно, тебе больше ничего делать не нужно. Приложение само закидывает, подкидывает все время тебе аккаунты. Ты их просто переключаешь, заходишь в игру и одновременно спокойно играешь. Так, ну что у нас происходит? Я сейчас прокачиваю фермы. Ну, а чуть позже уже буду ставить непосредственно юнитов. Так, я забыл, кстати, на основном аккаунте даже поставить фермочки. Все, поставил. Мой аккаунт основной посередине, как вы догадались. Ну и четыре твинка у меня по бокам. Так, пока они справляются, в принципе, только пятая волна. Я не включаю автоскип, потому что я просто физически не буду успевать переключать между всеми окошками. А юниты у меня сейчас не такие сильные, чтобы на автоскипе, скажем так, играть. Это тоже небольшая, скажем так, большой такой минус, потому что если бы я играл в одиночку, я бы играл на автоскипе. Когда ты играешь на пяти аккаунтах, ты понимаешь, что если ты будешь скипать, то ты просто не будешь успевать нигде ничего прокачивать. Потому что пока ты переключишь окошко, пока ты найдешь нужную ферму, пока ты нажмешь, на все это уходит время. Так, давайте еще третий на всякий случай поставлю, чтобы они не так быстро бежали. Кстати, мне даже очень интересно посмотреть на время, за сколько я вообще пройду, если я пройду. Это, повторюсь, самый сложный режим в этой игре, это ночной кошмар. Так, ну давайте я добью этого босса, первого босса туалета, и потом мы уже перемотаем на более поздние уровни, где будет все происходить, я так понимаю, гораздо сложнее. Ну а может и проще, когда ты уже всех прокачал, то на высоких уровнях не так сложно. Так, я думаю, куда дрель мэна поставить. Может, если сейчас я этого босса не добью. Ладно, надо, наверное, скипнуть, ребята, потому что мне нужны деньги. Давай, скипаем, скипаем. Все, скипнули, поставим дрель. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребята, перематываю вам на сорок седьмую волну. Что у нас тут есть? По центру я два синистра поставил, я поставил дрончик, я ставлю вот сейчас еще одного синистра, где-то там грин лазеры есть. Ну и вы видите, что просто некуда уже воткнуть этих моих персов. Все занято. Дрель мэны, кстати, очень удобные, они быстро прокачиваются, их можно быстро куда-то ставить. Так, что, на какой экранчик дальше идем? Выбираем. Здесь у нас были клокмэны. Ну, клокмэнов довольно-таки много я уже поставил, пять штучек. Я надеюсь, что я смогу обилкой еще раз воспользоваться, потому что до нее еще 150 секунд. Возможно, я выиграю раньше, может быть, нет, посмотрим. Так, ну что, справились, ребят, следующая война. Вовна идет. Так, здесь у меня дрель мэна не нужны. Титан апгрейдит камера мэна прокачал. Здесь, ребята, докачиваю. Давай, давай. Не, ну что, нормально у меня команда бьет. Я решил больше одного не брать юнита сильного титанчика, потому что, ну, просто нет смысла. Поэтому брал ферву и просто одного юнита, чтобы и в целом не путаться в них. И это дало свои плоды. Так, смотрите, ребят, мы просто уничтожаем все, что двигается. Оно не доживает. И сейчас уже перейдем к 49-й волне. Класс. У меня даже еще фермы есть на некоторых аккаунтах. Прикольно. Так, идем дальше. 49-я волна. Перехожу на центральный экран. Хочу посмотреть, что у меня тут. Продаю фермы. Вот еще у меня три фермочки. Хочу синистра докачать. О, получится, получится. Все, докачал. Чудненько. Давайте, что еще делаем? Давайте еще посмотрим, кого мы тут можем докачать. Что мы можем продать. Вот тут ферма еще не продана. Так, сначала продать. Теперь прокачать. Кого тут надо прокачать? Прокачать, прокачать. Боже, где он? Вот он. 15 тысяч. Как раз. Отлично. Так, что у нас там? Босяки идут потихонечку. Ну, вы видите, ребята. У них тут без шансов. Я тут бустеров понаставил. Тут куча титанов стоит. Им просто здесь не жить. И последняя волна. Даже у меня 4 телевизора еще бегает. Спайдер ТВ. И последняя волна, ребята. Смотрите, все выжигает молниеносно у меня юниты. Так, здесь победа. Тут еще нет. Может кого-то еще качнуть? О, Госта. Давайте еще Госта качнем. Чуть-чуть осталось 700. Дайте уже докачал. Ну, ладно. Не судьба ему докачаться. Мы уже убьем быстрее босса. Так, ну что, босс? Я хочу остановить время, пожалуйста. Я хочу красиво сделать концовочку. 8 секунд. Пожалуйста, не убивайте его еще 5 секунд. Пожалуйста. Стойте, стойте. Я хочу остановить время. И увидеть эту красивую победу. Итак, вот так. Ее. Спец эффекты. Красота. Победа. Ну что ж, ребята. Вот таким получилось видео. Очень, скажем так, интересный опыт. Надеюсь, вам идея понравилась. Ставьте лайк, подписывайтесь. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok